Его надо заполнить. Когда в нашей квартире не хватает тепла, мы регулируем клапан на батарее. Когда мы начинаем плавиться как мороженое, то выставляем температуру на пульте для кондиционера. Но кто регулирует температуру в нашем доме? В смысле, в нашем общем доме. На Земле. Прежде чем вы решите выбрать между человеком, космосом и высшими силами, давайте посмотрим, как устанавливается температура Земли с научной точки зрения. В космосе обитает здоровенная желтая, хотя на самом деле белая, радиоактивная микроволновка. Солнце радиационно в том смысле, что посылает на поверхность Земли коротковолновое излучение. Половина из них поглощается поверхностью, а половина отправляется обратно в космос. Это если прям очень грубо. На самом деле все сложнее. Солнечная энергия пока направляется к поверхности, частично отражается от облаков и атмосферы, частично от поверхности, частично поглощается атмосферой. Но мы не климатологи и мы можем позволить себе упрощение, потому что нам, как обывателям, важнее вторая часть о радиоактивности Земли. Да, оказывается, Земля посылает в космос длинноволновое излучение. И вот в нем основной прикол. Как любая система стремится к балансу, наша система обмена энергии Солнца-Земля-Земля-Космос уравновешивается и температура стабилизируется. И все было бы просто. Но над поверхностью Земли находится атмосфера с парниковыми газами, которые вносят свои корректировки. И вот если солнечные лучи проходят атмосферу без проблем, то длинные волны от Земли в ней застревают. Для излучения Земли наша атмосфера полупрозрачна. А раз там эта энергия застревает, то и сама атмосфера нагревается, отправляя излучение во все стороны, в космос и на Землю. И система приходит в равновесие уже с учетом трех элементов. Солнца, Земли и парникового слоя. Благодаря последнему, равновесие достигается при большей температуре, чем без атмосферы. И тут сразу вопрос. Как вы считаете, парниковый эффект – это вообще хорошо для нашей планеты или нет? Смотрите, что получается. Сейчас средняя температура Земли у нас 15 градусов. К слову, 2020 год оказался одним из самых теплых за всю историю наблюдений. Другие рекорды случились вот недавно. В 16 и 19. Еще раз. Это в среднем по больнице. Не нужно опираться только на вид из своего окна. Так вот. Если бы не было парникового эффекта, то средняя температура была бы минус 18 градусов Цельсия. То есть Земля была бы холоднее на 33 градуса. А теперь вот. Можете взглянуть в окно и отнять 33 градуса. Скорее всего, за окном увидите Уймякон. Хотя не факт, что у нас была бы вообще возможность смотреть в окно. Ну, не факт, что мы существовали бы. И вот это жизненесущее нагревание Земли возможно благодаря парниковым газам. Вот они, самые главные. Слева направо. Водяной пар, углекислый газ, метан и озон. Многие по привычке считают, что климатологи уделяют внимание лишь углекислому газу. Хотя самый главный парниковый газ – это водяной пар. Ну, то есть обычная вода. Там ее намного больше остального. А метан, например, вообще обладает потенциалом глобального потепления раз в 25 выше, чем углекислый газ. Но тут есть два «но». Водяной пар сам по себе не будет расти в атмосфере. Он является ведомым газом. Газом-следствием других событий, выпадая обратно на Землю в результате дождей и туманов. А концентрация метана крайне мала. А вот углекислый газ собрал все лучшее. Это и ведущий газ, и есть множество источников, способных его концентрацию повысить. И именно это повышение разогревает нашу планету так, что появляется глобальная истерия. 120 президентов собираются на встречи в Глазго. 16-летние выступают в ООН. А производитель электромобилей, который еще не совершил ни одной продажи, обогнал Volkswagen по капитализации и становится компанией номер три. Но откуда мы можем знать по-настоящему, что планета нагревается? Сейчас все данные о климатических условиях загоняют в компьютерные модели. Прогнозными данными из этих моделей пользуется огромное количество организаций, от военных до яхтсменов. И критически важно, чтобы такие сервисы работали четко. За это отвечают тестировщики. При этом IT-сервисов в нашей жизни с каждым днем становится все больше, а профессия тестировщика сейчас актуальна как никогда. Если вы давно задумывались сменить профессию и перейти в IT, начать работать в офисе или удаленно рядом с пальмами из теплой страны, но не знаете с чего начать и у вас нет опыта, то на тестировщика можно выучиться с нуля за несколько месяцев. Вот этому всему вас научит курс тестировщик на Python в Skill Factory, где уже через 4 месяца вы сможете приступить к поиску работы и начать набираться опыта. Дальше больше. Станете писать автоматизированные коды, а не за горами, и оффер QA инженера. Эта отправная точка может стать полноценной сменой вашей работы, ведь средняя заработная плата тестировщика это 120 тысяч рублей. В Skill Factory 80% обучения проходит через практику, а время обучения выбираете сами. Прилежные ученики могут рассчитывать на то, что их возьмут на работу во время обучения, а к собеседованию поможет подготовиться ментор. Поэтому переходи по ссылке в описании, становись тестировщиком на Python и удачных поисков багов. А по промокоду MYGAP ты получишь скидку в 50%. Когда мы делали видео о докладе ООН, показывали вот этот график с изменением температуры Земли. И с 1850 года выросла она на 1,1 градуса, и у некоторых зрителей был вопрос. Это чё, метеорологи 200 лет назад, что ли, существовали? На самом деле, да, и даже раньше. Одни из самых первых метеорологических станций возникли ещё в 1654 году во Флоренции и даже замерили самый жаркий день. В России же, благодаря Петру, с 1722 года начались систематические наблюдения за погодой. То есть, стоит ли удивляться, что у нас есть данные о температуре с 1850-го? Это просто инструментальные наблюдения, которые фиксируются на метеостанциях. Да, но в том же ролике ты показывал ещё температуру, которая была 6,5 тысяч лет назад, а она была самой жаркой за сотню тысяч лет. Тогда чё, тоже метеостанциями измеряли? А вот тут на сцену выходит палеоклиматология. Эта наука изучает климат прошлого. И, например, то, что в наших глазах безжизненная гора снега, для исследователей, настоящий клондайк. Вы же задавались вопросом, чё это люди забыли в этих полярных экспедициях? Что можно найти в снежной безлюдной пустыне? А вот эту вот цилиндрическую ледяную хреновину называется керн. Его выбуривают изо льда Антарктиды. На разных участках этой хреновины находятся буквально слепки климатических условий прошлых лет. Чем ближе к поверхности, тем новее. А вот более глубокие участки могут содержать данные о климате тысяч и сотен тысяч лет назад. Учёные могут анализировать строение кристаллической решётки, концентрацию частиц, а что самое главное, там находятся пузырьки воздуха, застывшие и сохранившиеся во времени. Это и есть тысячелетние образцы воздуха прошлого. Поэтому учёные могут определить, как менялись климатические условия и какая была температура. И вот лишь один из примеров в журнале Nature 1999 года. Учёные, разложив одну такую ледяную хреновину, получили историю изменения климата за последние, ни много ни мало, 420 тысяч лет. И люди просто увидели взаимосвязь, что при повышении концентрации углерода на Земле становится теплее. И наоборот, меньше углекислого газа на планете холоднее. А теперь внимание. За последние 400 тысяч лет концентрация СО2 ходила в пределе от 180 частиц на миллион до 280. Если чё, это 0,18 и 0,28%. Просто так удобнее говорить. Но где-то за последние 200 лет мы очень быстро обновляли рекорды и дошли до 417 частиц на миллион. Притом, заметьте, вы видите экспоненциальный график, то есть всё меньше и меньше требуется времени, чтобы достичь новых высот. Ну, то есть даже в индустриальное время, чтобы повысить концентрацию на 20 частиц на миллион, требовалось 140 лет. А сейчас у нас такой рост наблюдается лет за 12. Это во сколько раз быстрее? И я уже не говорю о том, как медленно менялись условия тысячи лет назад. Но был ли вообще период на Земле, когда в атмосфере содержалось только же СО2? А то знаете же версии, что всё в природе циклично. И мы сейчас просто входим в один из таких циклов. Да, на самом деле было. Но давненько, мало кто из вас помнит это время. Эпоху Плеоцена. Это где-то 4 миллиона лет назад. Не забудьте сказать спасибо замороженным пузыриком воздуха за эти данные. В то прекрасное время по тундре ходили лошади и верблюды, а моря были на 10 метров выше, что сейчас затопило бы кучу городов и сотни миллионов жителей с ними. Так, стоп. И чё? Если по тундре ходили верблюды при меньшем СО2, а сейчас этого не происходит, то в чём тогда сыр-бор? Дело в том, что климатическая система чуть сложнее, чем формулы Экселя, где при умножении ячейки на 2 сразу же увидишь результат. Мы резко изменили СО2 и уже запущены процессы, которые через сотню лет сделают нас ближе к Плеоценам. Климат Земли — это здоровенный, сложный объект, который моделируется на суперкомпьютерах, чтобы в конце выдать вот такой простенький график, как в докладе Комиссии ООН. Давайте вспомним ещё один график, за которым стоит сложнейшая работа по моделированию сложных систем, который отвечает, кто же во всём этом виноват. Так вот, учёные смоделировали, как бы протекало глобальное потепление без человека, а только под влиянием Солнца и тех здоровенных вулканов. Как вы видите, никак. Тогда мы не показали ещё одну просто потрясающую страницу доклада. По идее, наша Земля должна была нагреться не на 1,1 градус, а на полтора уже сейчас. Учёные посчитали всё — углекислый газ, метан, другие парниковые газы, да даже конденсационный след от самолётов. И всё вместе взятое должно было нагреть Землю на полтора градуса. Кстати, как вы видите, влияние вулкана и Солнца оценено около нуля. Но ещё мы производим аэрозоли, которые охлаждают атмосферу. Например, оксид серы. Вот и получается, что человек нагрел планету на полтора градуса, охладил на 0,4, а сейчас имеем 1,1. Баланс нарушен благодаря перекосу СО2. И перекос возник с невероятной скоростью. Климат эпохи плеоцена формировался миллионы лет, а мы же 400, а точнее 800 тысяч лет находились в стабильном цикле от 180 до 280 частиц на миллион. И всего за 200 лет побили рекорды. За 200 лет вернулись в плеоцен по уровню СО2. Дальше, как говорится, остальное. Кто-то может сказать, ну вот на Земле было время, где углекислого газа было в разы больше. Ага, только вот дело было 50 миллионов лет назад. В Арктике тогда обитали аллигаторы. Ну, во-первых, вы что хотите, как в кайнозое? А во-вторых, те процессы, которые раньше занимали десятки миллионов лет, уже сейчас могут произойти за сотни. Вот еще для примера. Увеличенная картинка, как СО2 поднялся на 80 частиц на миллион за 22 тысячи лет, а нам потребовалось всего 60. Вот в чем дело. Дело не просто в повышении температуры, а в высокой скорости ее изменения. Следует разделять понятие естественный и усиленный праниковый эффект. Первый необходим нам для жизни на Земле, а второй это перекос теплового баланса, который создал человек через СО2. Притом, речь не только о глобальном потеплении. Да, в среднем все нагревается и нагревается по-разному, но это не главная проблема человечества на данный момент. Ведь будут меняться ландшафты, среды обитания и наши жизни. По телевизору говорят о глобальном потеплении. Ученые используют более правильное понятие глобальное изменение климата. А чтобы вообще всем было понятно, грядет глобальное изменение окружающей среды, о котором, если хотите видео, мы расскажем в следующий раз. Там про вымирание ледяных гигантов, изменение pH баланса океана и замедление гольф-стрима. Кстати, у нас в России очень круто рассказывает про глобальное изменение климата Алексей Якайкин. Можно сказать, что этот выпуск шел по его лекции. Ссылка на лекцию будет в описании. Алексей, вам большое спасибо за ваше дело. А мы передаем спасибо поддержаторам на ютубе и патреоне, всем гэпникам, героям, консулам, верховным магистрам и иллюминатам нашего ордена Верштейну и Владу. Кидайте это видео скептикам. А мы увидимся на следующей встрече. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok